Добрый день, господин Лембер! Добрый день! В очередной раз мы обращаем внимание на вопросы, которые нам прислали мисполщане и попытаемся на них ответить. Естественно, главная тема уже несколько недель подряд — это поток беженцев в Европе. В Алло Вентас Балс некто спрашивает, «Многие говорят о беженцах, но никто не говорит, чем они здесь, в Латвии, займутся. Помню, что в советское время они сюда ехали, чтобы строить заводы. А что они сейчас будут делать? Построят в Риге метро или же им нечем будет заняться и они станут ворами и попрошайками?» Ну, я думаю, что в Латвии будет проблемой обеспечить их работы, потому что за пределами Риги безработица очень высокая, во-вторых, и местным нет где работать, во-вторых, они язык не знают, да, и как они могут общаться и что они могут делать. Если он, например, по квалификации врач, то как он будет обращаться, контактироваться с пациентом, если он латышский язык не знает и вы, он не изучит язык там за пару месяцев, да. Так что я смотрел планы правительства, там ничего не сказано об этом, как они собираются этот вопрос решать. Когда-то там могли, например, открыть филиал какого-то завода, ДЭФ или радиотехника там Кандови, да, или Ригисады, то есть там Уголы или там Пилтони. Сейчас же такого нет, все частное. Так что я очень скептически смотрю на такой сценарий. Ну, для меня, я надеюсь, что главный сценарий, что они уедут из Латвии, как только получат постоянный вид на жительство. Куда? В Германию или Швеции. Марта на портале спрашивает. Акционер Латвия с газой Юрий Савицкий считает, что на распределение газа хотят хорошо заработать веспуски предпринимателям, а законопроект о газовой либерализации разрабатывается в интересах олигархов. Спрашивает, неужели господина Лемберга интересует и Латвия с газой? Да, ну, значит, о том, что надо разделить такое монопольное предприятие, как Латвия с газой, когда инфраструктура отдельно, а торговая деятельность отдельно, это директивы Евросоюза. То есть получается, что Евросоюз принял директиву моих интересов. Ну, это явно привлечено. Во-вторых, такая либерализация и разделение, она уже, например, прошла в Ат-Энерго, она прошла по всей Европе, а только она закончилась в Литве. Это общее требование, которое не имеет никакого отношения к Лембергу. И утверждать, в принципе, что ради меня Еврокомиссия на меня работает, это, мягко говоря, явно привлечено. Я думаю, что такие, я сказал бы, безответственные выскоки Юрия Савицкого, я его понимаю. Он является совладельцем, сколько я знаю, Итера-Латвии, где контрольный пакет за Роснефть. Это очень крупный гигант российский по добыче и экспорту нефти, нефтепродуктов. Вот, то есть российское государство это. И, конечно, такое разделение, это не соответствует интересам теперешних владельцев, в том числе и Савицкого, потому что он занимается и торговлей. А тут тогда инфраструктуру сможет использовать любой, кто торгует, сейчас только он эксклюзивно, а так любой. И это дает предпосылки, чтобы было конкуренции, можно было разных источников поставлять газы и, соответственно, бороться за более низкую цену. Но это не нравится, это раздражает. Ну, поскольку министр экономики, госпожа Дана Рейзнец Возвола, она из Ленсполса, ну тут как бы можно уже тогда прицепить, как же тут без олигарха Ленбергса, единственного в своем роде в Латвии. Ну вот, ну, я бы сказал так, что господин Савицкий, я ему понимаю, да, бизнес есть бизнес, и он теряет большой бизнес. Ну, что сделать, такие перемены, ну, я тут ни при чем. Это пусть претензии к еврокомиссии. Ну, может быть, и тут другая проблема. Он президент хоккейного клуба, может быть, сам играет в хоккей. Ну, кто-то бросал шайбу, по голове попало, вот и начал говорить глупости. Я ему желаю быстрого выздоровления. Актуальный вопрос для Венсполса. Зана на портале поднимает его. Прочла в газете о новых квартирах, которые планируется строить на улице Пилс 29, но так и не поняла, это будет новый жилищный фонд, и квартиры смогут купить все желающие, или это будут муниципальные квартиры, которые дадут тем, кто ждет в очереди? Нет, это не будет муниципальный жилой фонд, который дает в очереди. Те квартиры мы приобретаем из старого жилого фонда. В чем проблема вообще? В Венсполсе открываются новые предприятия, там нужны специалисты, руководители, и в ряде случаев таких Венсполсов нет. И они приезжают жить и работать в Венсполсе. Им нужна квартира. А в Венсполсе проблема с квартирой, что предлагают только советском жилом фонде, который их не устраивает. И получается, что специалист нужен, он есть, но ему нет жить. Частный сектор не предлагает новые квартиры, они не строят их. И получается, что вот этот белый разрыв в предложении как-то должен заполнить самоуправление. И мы вынуждены заниматься развитием жилого фонда, хотя мы этого не желаем. Но если мы это не сделаем, никто это не сделает. Мы должны как бы дать толчок, чтобы Венсполсе получил развитие новый жилой фонд. Но мы его хотим развивать, эти инвестиции в старом части города. Потом мы приобрели несколько старых домов в старом городе. Мы будем реконструкции там проводить. И приобрели несколько земельных участков, где будем строить новые жилые дома с старым фасадом. Но это только из-за того, что частный сектор не предлагает реконструированный или новый жилой фонд, или предлагает за очень высокую цену, которые не готовы заплатить тех, кто приходит жить и работать в Венсполсе. Если мы эту проблему не решаем, тогда не будет кому работать в новых предприятиях, кому руководить. И, значит, это наступает стагнация в развитии Венсполса. Это мы не хочем позволить. Так что вот такая проблема. Я надеюсь, что она временна. Вообще она возникла года два-три назад. Это новые проблемы. И в какой-то мере связано с тем, что литовцы выкупили жилой фонд Венсполса, ну это старый жилой фонд, выкупили. И готовы сдать в аренду на девять месяцев, не на год. А на три месяца они хотят сдать за очень высокую цену. Ну это их бизнес, да. Ну вот в этой рыночной ситуации мы как бы должны войти, хотя мы это, я уже сказал, не желаем, но мы это будем делать. Вопрос про Венсполскую высшую школу. Там открылась новая двойная магистрская программа. И студентка на портале спрашивает, возможно ли такое, что в будущем в этой высшей школе появится и другая двойная программа, например, бакалаврская. Да. Ну я не хочу ответить вместо нашего вуза. Этот вопрос надо направить в ректорату и пусть они дают ответ, что я буду вместо них обещать. То, что я знаком, да, они собираются новые такие открывать, где два диплома даются Венсполского вуза и какого-то западного вуза, но пусть они там рассказывают о своих планах. Когда коммунальное управление снова начнет бесплатно принимать опавшие листья? Да, ну мы это начнем с 1 октября. Сейчас падают листья, связанные только с то, что сухо. С 1 октября по 15 ноября надо обращаться к коммунальному управлению и там они разъяснят, как можно и где получить эти мешки и их через два дня заберут. Так что я рад за такой вопрос и я приглашаю сотрудничать в этом вопросе. У человека не будет проблемы с этими листьями. Не надо будет ему сжигать, это делать нельзя. Значит у нас будет более свежий воздух. И в третьем мы эти листья от проблемы сделаем их удобрение. Всем будет хорошо. В рубрике «Алло Вентас Балс» поступил такой вопрос. Я прочитал, что у легкой атлетики отнимут финансирование и уволят тренеров. Думаю это опасный ход. Скорее надо искать причины, почему молодые спортсмены не добились успехов и как это можно поменять? Ну во-первых, никакого снижения или решения, тем более финансирования мыслях у нас не было. Легкая атлетика – это королева спорта, она всегда есть и будет. У Венсполса старые, очень хорошие традиции. У нас олимпийский чемпион лёгко-католической дисциплины Каперметане. И вот сейчас на Олимпиаду, значит Озолыня получила, квалификации прошла. Но одновременно мы видим, что результаты Олимпиады, вот была Олимпиада школьников по спорту, результаты с каждой Олимпиадой всё хуже. Вот одна медаль только, тренеров много, спортивная база, стадион прекрасная, закрытый манеж, любое время можно в закрытых помещениях заниматься, фитнес-зал, всё имеется. Я сравниваю, когда я занимался лёгко-катлетиками, давно было, но это вообще несравнимые вещи. Ну вот, надо, конечно, проанализировать, какие выступления на соревнованиях матвийского масштаба, чемпионатах Латвии, международных соревнованиях. Потому что, конечно, может быть неудача, человек делал упражнения и растянул что-то, не может выступить. Он, может быть, был бы первым, сейчас он вообще не выступает из-за травмы. Но не все же получили травмы, да, ну так что это, и когда есть стабильные тенденции ухудшения, то надо анализировать. Но это нельзя делать все, что все виноваты, да. Тут надо смотреть каждого, оценивать тренера индивидуально. Ну, как вот мне некоторые рассказывали, которые видят, как они там занимаются тренировками или по лёгкой атлетике на стадионе, что тренер вообще не занимается там. Он сидит и ждёт, когда закончатся у него эти полтора-два часа тренировки и за это деньги получаются, что он вообще не занимается спортсменом. Так ли это, не так, я не знаю, да. И потому нужен анализ. Но результаты показывают, что анализ нужен, обязательно, да. Ну, так вот головы на отсечении всеми одновременно, ну, никто так не собирался, не будет делать, ясное дело, да. И в заключении снова возвращаемся в старый город. Анна пишет, нынешний старый город беззубый. Что будет сделано для восстановления былой красоты старого города? И в пример она приводит Дрезден, старый город которого после войны восстановили. Почему так же нельзя поступить с Венспелсом? Да. Ну, немного истории. Старый город Венспелса в другой стации, чем у Дрездена. Старый город Венспелс в советское время, конца 70-х или 80-х, был определён как санитарная зона калийного комплекса, там жить нельзя. И каждый год там выселяли жителей многоэтажки, и дома оставались необжитые. Вот я пришёл работать в 88-м году, к концу года, да. И там оставалось на расселении, по-моему, 10 где-то квартир только. Все остальные были пустые. И тогда вопрос, а что вообще сделать? Да. И мы пошли путём первое, что калийный комплекс должен работать чисто. И добились этого, и санитарная зона была снята. Но люди-то ушли. Дома были в плохом состоянии. А потом ещё деноциализация, когда все дома в старом городе, если не исключением отдельных, да, стали частной собственностью. Это не только старых владельцев, но и их внуков, правнуков, прав-правнуков, да. Которые никогда не занимались недвижимостью и так далее. Им упали эта собственность. А что с ними делать? Чтобы их привести порядок, у них денег нет. Ну, они сидят и требуют там миллионов за каждый дом. Ну, или сотни тысяч, да. Рынка такой цены и нет. И они так ждут, ждут, потому что, ну, что им ждать? Им же, как бы, не они заработали это, их предки заработали, да. Ну, и не умеют это всё. И так это всё идёт упадок. А что сам управление может сделать, если это частный дом? Если вы живёте в частной квартире, а что я могу сделать? Если вы там плохо не ремонтируете её, что я могу сделать? Ну, если по общей виду, можете штраф наложить. Ну, да, ну, правильно, да. Ну, хорошо, наложили штраф. Дальше что? Всё. Всё, на этом закончилось? А вас ещё найти надо, если, может быть, за границей живёте. Ну, вот, но одновременно могу сказать, в старом городе и замок был в советское время, он был запущен, абсолютно, мы его привели в порядок. Вот, и весь этот квартал, посмотрите, он совсем, там, по-моему, два жилых дома мы сделали, которые, наша собственность была, музей, да, Акмени улица, дигитальный центр, Дом писателей, да, это всё собственное самоуправление, вся она приведена в порядок, так что мы, то, что нам прилежит, мы это привели в порядок. Но мы сейчас купили ещё, купим парочку старых домов от участников и будем там делать ремонт, реконструкцию, реставрацию и привели два земельных участка, где мы будем строить новые, новые дома старым фасадом, да. Почему мы это делаем? Потому что в Энсполсе приходят жить и работать новые специалисты или приглашённые специалисты и руководители предприятий и ведущие специалисты, которых в Энсполсе нет. А они не хотят жить в советском старом жилом фонде, в Хрущевках, они хотят жить в современном жилом фонде, а в Энсполсе такой не предлагается. Вот и получается замкнутый круг, да, нет где жить, люди не приходят, а надо работать и не может развиваться народное хозяйство города. Так что мы эту проблему вот таким образом решаем, хотя мы не хотим это делать, мы надеялись, что это участники сделают, но, к сожалению, мы видим, что они не могут это сделать. Но мы ничего больше не будем делать, чем это требует реальная ситуация. На этом всё, вопросов больше нет. Благодарю вас за ответы и всего доброго. До свидания.